Государственное юридическое бюро обрело новый дом. Теперь оно разместилось, как говорится, в шаговой доступности. Закон о бесплатной юридической помощи в Ненецком округе был принят 20 небольшим года назад. За это время Госбюро показало себя как успешно развивающийся институт. Только в этом году уже более 500 жителей региона обратились к специалистам за помощью. Под одной крышей с юристами будет работать и нотариус. Любовь Пермякова побывала на церемонии открытия. Новое помещение находится в доступном месте в центре города на улице Ленина, 19. Просторные кабинеты, большие окна, конференц-зал. Таких хороших условий не хватало работникам юридического бюро. В клиентах они не нуждались. За два с половиной года казенное учреждение оказало помощь более 2000 человек. Эти люди особой категории – пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. За эти два с небольшим года вы действительно провели очень большую работу по поддержке нашего населения, по защите конституционных прав населения нашего округа. Сегодня вы уже заслужили тот авторитет, ради которого создавался это учреждение. Люди к вам идут. Но не только люди сами приходят за юридической помощью. Специалисты казенного учреждения ежегодно выезжают в населенные пункты округа. Два раза в год мы выезжаем в каждое муниципальное образование и ведем прием граждан прямо на селе. Кроме этого, граждане имеют право написать заявление по определенной форме и направить нам соответствующие документы с этим заявлением по почте. Там так сейчас тоже мы работаем, и граждане уже к этому привыкли. Форма заявлений и всех остальных документов, которые требуются для бесплатной юридической помощи, у нас имеется в администрациях сельских советов. А проблем на селе много у граждан. И в частности, это проблемы связаны с регистрацией прав на жилые дома и на земельные участки. Проблем действительно у граждан много, и не только на селе. По словам Ольги Питуниной, с каждым годом количество обращений растет. Ведь кроме бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, учреждение представляет интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют некоторые категории граждан, такие как малоимущие граждане, инвалиды первой, второй, третьей группы, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, неработающие пенсионеры и инвалиды, и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.